Субтитры создавал DimaTorzok Насколько реализуемы эти планы, узнаем сейчас у члена Комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатора от Томской области Владимира Кравченко. Он уже в нашей студии. Владимир Казимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы принимали участие в сессии Питерского форума, посвященного развитию Сибири, как мегапроекту 21 века. Какие тезисы вам показались наиболее интересными и вообще что из себя представляет этот мегапроект? Да, я участвовал в этой сессии, но с учетом того, что буквально полторы недели назад мы на площадке Комитета по экономической политике этот же вопрос рассматривали, то есть у нас получился такой заход уже, как говорится, с внутренними вопросами и цифрами, которые у меня были в голове, которые были озвучены у нас во время рассмотрения на заседании Комитета. Там состоялся более системный разговор с учетом того, что не только представители власти и институтов развития, но присутствовали и представители крупного бизнеса, который и должен реализовывать эту стратегию. Ну, хотел бы напомнить, что стратегия буквально утверждена в январе месяце. Сейчас идет еще процесс так называемого плана дорожной карты по ее реализации. Сибирь на карте страны – это 25% территории, но всего лишь 11% на сегодняшний день населения. Население где-то процентов 10, там по разным оценкам экспертов, доля в валовом внутреннем продукте страны. Ну, то есть, вот сразу же цифры, они уже наводят на размышления. И, к сожалению, за последние 30 лет мы видим отток населения, который и сейчас продолжается, порядка 1,8 миллиона человек. Это, ну, серьезные цифры, и они в первую очередь подтолкнули правительство и региональные команды к разработке этой стратегии, которая должна кардинально решить вот тот вопрос, который вы мне задали. А к чему, прежде всего, не хватает сегодня сибирским регионам? Не хватает? Ну, безусловно, на сегодняшний день острая нехватка кадров, и в том числе и рабочих специальностей, и инженерно-технических. И для этого, в том числе, непосредственно в программах развития регионов, есть эти блоки, связанные с подготовкой кадров. И здесь, безусловно, решающую роль будут играть научно-образовательные центры. Ну, такие регионы, как Томская область, которые я представляю, у нас специальные задачи здесь стоят, и не случайно правительство, как пример, подписало постановление о строительстве студенческого кампуса. У нас развивается проект Большого университета, и как раз задача готовить кадры, в том числе, для экономик Сибирского федерального округа. Ну, и в каждом регионе, по сути дела, есть специальные университеты, институты, которые как раз сейчас работают на нужды, прежде всего, экономики. Хотел бы напомнить, что нужно развивать 8 кластеров. Они у нас традиционно сложились, исходя из тех природных ресурсов, которыми мы располагаем, начиная от лесопереработки и заканчивая нефтью и газом, газохимией и так далее. То есть вот в этих направлениях экономика и должна развиваться Сибирского федерального округа, и к 35-му году мы должны будем создать 500 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Градиозная задача, да. Или целевые инвестиции, может быть, инфраструктурные облигации, что-то еще? На сегодняшний день очень много инструментов на самом деле разработано. Мы регулярно о них рассказываем здесь, в студии, и на площадке Комитета по экономической политике, на заседаниях Совета Федерации. Но прежде всего я хотел бы обратить внимание на тот механизм, который уже опробирован. Это дни регионов, которые проходят у нас, в стенах Совета Федерации, и мы принимаем постановление о развитии территорий, по сути дела, исходя, опять же, из стратегии развития Сибири. То есть на территории каждого региона есть программа социально-экономического развития. Если мы их все суммируем, как раз мы получим тот эффект. Что для этого нужно? Безусловно, нужна федеральная поддержка, и, как правило, эти вопросы связаны, они наиболее сложные, с серьезными вливаниями в инфраструктуру. Дорожное строительство, мосты, путепроводы, развязки, связь, железнодорожные новые ветки. Вот это все должно привести к тому, что транспортная недоступность, которая сейчас как один из факторов тормозящих, она должна быть разрешена. Ну и, безусловно, то производство, которое на сегодняшний день есть, оно нуждается в модернизации. И вот тот кластерный подход, который правительство уже запустило, я знаю, что многие регионы уже включились, получают кредиты, модернизируют производство. Задача стоит, безусловно, производить продукцию глубокой переработки, значит, высоких переделов, потому что это одна из причин низкой производительности труда, но не только в Сибири, в целом по Российской Федерации. Владимир Казимирович, а какие лучшие мировые практики, по-вашему, мы можем использовать? Ну, например, возможно ли по аналогии с Китаем, допустим, превратить какой-нибудь небольшой сибирский город, высокоразвитый центр с небоскребами, с хорошими инвестициями в него? Я думаю, что здесь нужно, вернее, использовать ту практику, которая у нас есть, и тот опыт, который мы уже получаем, и те эффекты. Ну, допустим, Сибирский федеральный округ граничит с Дальневосточным. Вот та практика, которая на Дальнем Востоке сработала, некоторые проекты, которые затормозили отток населения. Ну, например, допустим, я бы посмотрел, почему бы по аналогии не сделать с Дальневосточной, допустим, ипотекой сибирскую ипотеку, потому что на сегодняшний день отток, прежде всего, идет среди молодежных семей, то есть они получают образование, как правило, уезжают из сельских территорий в районные центры, из районных центров в города, из городов Сибирского федерального округа переток идет, как правило, это Красноярск-Новосибирск, ну, а дальше Москва, Петербург и так далее. Вот здесь нужно создавать условия, безусловно, это жилье, это, еще раз повторюсь, работа. Если вот эти кластеры, о которых мы уже с вами говорили, заработают в полной мере, это, конечно, высокооплачиваемые рабочие места. И дальше следующий вопрос – качество жизни. Оно, к сожалению, на сегодняшний день уступает европейской части территории Российской Федерации. Хотя в последние годы, безусловно, те программы, которые реализует правительство и по благоустройству, и по строительству нового жилья благоустроенного, они, конечно, срабатывают, но не в достаточной мере. То есть, если возвращаться к инструментам, прежде всего, это, безусловно, все те межбюджетные трансферты и инфраструктурные трансферты, на которые регионы претендуют. И еще раз повторюсь, вот как раз мы эти вопросы здесь рассматриваем. Они должны финансироваться, безусловно, в первую очередь. Если брать сельские территории, конечно, уже опробирована программа комплексного развития сельских территорий. Это комплексный подход, начиная от строительства жилья, который позволяет на селе закрепиться молодым специалистам, создать семьи, естественно, не уезжать уже, то есть пустить корни и жить в этих территориях. Конечно, вот этот такой эффект мультипликативный, он и должен решить ту проблему, которая на сегодняшний день поставлена в целом перед региональными командами. А территориальный план развития Сибири как макрорегиона сегодня существует? Да, безусловно. То есть, еще раз повторюсь, что в январе принята сама стратегия. Сейчас готовится дорожная карта, это будет уже непосредственно, с которой будет включать 10 региональных, потому что в Сибирский федеральный округ входит 10 территорий, от Омска до Иркутска, соответственно. И следующий шаг, это уже непосредственно бюджетирование, потому что мы, принимая бюджет трех лет, должны понимать, что сибирские регионы на те проекты, которые у них прописаны, в их программах социально-экономического развития, должны получать средства в полном объеме. Недофинансирование приводит к тому торможению, которое мы последние годы видели в ряде регионов, регионов, соответственно. Мы же должны понимать, что за бюджетным финансированием, инвестированием идет как раз и частный бизнес. То есть есть дороги, есть мосты, есть доступный, соответственно, следующий шаг уже и бизнес инвестирует, и создает новые предприятия. Спасибо, Владимир Казимирович. О развитии Сибири мы говорили сенатором о Томской области, Владимиром Кравченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова